20 подростков задержаны за распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде в общественных местах. Рейд алкоголя подросток традиционно проводится в дни последнего звонка и выпускных экзаменов. Патрулем были охвачены все районы города. Особое внимание было уделено популярному молодежи точкам. Вместе с патрулем по злачным местам проехала наша съемочная группа. Добровольцы, общественники, родители, сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. Всего 50 человек. Они будут дежурить на улицах города и выявлять правонарушения. 11 групп распределились по разным районам – от Кармановки до посёлка Искателей. Наша группа отправилась в Кармановку. Первая остановка за магазином – кооператор. В один из гаражей входит школьница. В гараже прокурено, на полу коктейли и энергетики. Так отдыхают студенты и школьники. Среди них только два совершеннолетних. Остальных просят пройти в дежурную машину. Сюда идём? Документы с собой есть? Телефоны мобильные? Как родители будем уведомлять? Кто ещё несовершеннолетний? Всю компанию, за исключением двоих парней, доставят в приёмный покой. Необходимо проверить наличие алкоголя в крови. Сами подростки отрицают, что пили спиртные напитки. Что употребляли? Ничего. Ну, поехали на свидетельствование. Александр, я не сплю тоже. Это всё обязательно. Но если видно, что я не пила, не пью, это зачем? Мы не можем установить. А дыхать могу дыхать? Потому что только медики могут установить состояние алкоголя. У вас нет этой трубки? Нет, мы не ГАИ. Мы возим вас в приёмный покой, вы несовершеннолетние. Заканчивать вечер в приёмном покое явно не входило в планы компании. Двое подростков сбежали от полицейского при посадке в дежурную машину. Парень попытался задержать полицейского, чтобы девушка успела сбежать. Однако беглянку всё-таки поймали и посадили в машину. В приёмном покое прибывшие далеко не единственные. Нами было выявлено 20 подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Все несовершеннолетние были освидетельствованы и переданы законным представителям под расписку. Также сотрудниками полиции в ночное время была выявлена квартира, в которой распивали алкогольную продукцию несовершеннолетние совместно с гражданами, достигшими возраста 18 лет. За вовлечение несовершеннолетних в распитие алкогольной спиртосодержащей продукции предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Что касается административного наказания, оно зависит от возраста детей. До 16 лет штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей будут платить родители. Дети старше 16 лет, употреблявшие алкоголь и разгуливающие в пьяном виде в общественном месте, платят самостоятельно от 500 до 1,5 тысяч рублей. Под штраф могут попасть и магазины, где продают сигареты и алкоголь детям. В Нинецком округе разрабатывался, но не прошел законопроект, запрещающий продажу алкоголя в дни школьных праздников. Очень хочется, чтобы как в Архангельске вчера был последний звонок, и в Архангельске вчера был сухой закон. В городе Южно-Сахалинске, по крайней мере, как мне сообщили коллеги, на острове Сахалин, там также сухой закон три дня, потому что там последние звонки растянулись на три дня. Но у нас на Ринмаре пока этого нет, к сожалению. А очень хочется и на Ринмаре, и в целом округе, потому что все равно это минимизирует покупку алкоголя детьми или передачу также от взрослых детям. В 2016 году 77% всех штрафов, выписанных администрацией города, налагались за распитие алкоголя, причем как детьми, так и взрослыми, поэтому рейды необходимы как для детей, так и для взрослых.